При выращивании лука овощеводы часто сталкиваются с разными трудностями. Перо начинает желтеть или растения одолевают насекомые. Неопытные огородники иногда пропускают этап цветения, когда лук идет в стрелку. Из-за этого луковицы получаются мелкими и невкусными, плохо хранятся. Чтобы не допустить потери урожая, необходимо знать заранее, почему лук стрелкуется и что с ним делать. Кроме неправильной агротехники, есть и другие причины этой проблемы. Появление среди зеленых перьев толстых плотных стеблей – естественный процесс. На них образуются соцветия, из которых затем формируется чернушка, семена лука. Но для получения хорошего урожая головок стрелкования вредно. Растение отдает все питательные вещества на цветение и формирование семян. В результате зрелая репка быстро портится, вырастает мелкой. Плоды плохо хранятся. Уже через 1-2 месяца начинается гниение такого урожая. Чтобы уменьшить вероятность образования стрелок или исключить его совсем, необходимо соблюдать агротехнику выращивания овощной культуры. Раннее образование стеблей цветоносов у этой овощной культуры часто наблюдают из-за недостатка влаги в почве. Если земля сухая, фаза размножения наступает быстрее. Растение не выпускает зеленые перья, а практически сразу формирует стрелку. Другая причина раннего появления цветоносов на посаженном весной на головку луке – слишком крупный сивок. Чем больше диаметр посадочного материала, тем выше вероятность образования толстых цветочных стеблей. Нужно отбирать для посадки мелкие луковички, не превышающие 3 см в диаметре. Они должны быть меньше грецкого ореха. На скорость стрелкования влияют условия хранения посадочного материала. При повышенной влажности, высокой температуре в помещении начинается яровизация луковичек. Они прорастают еще до высадки и обязательно дают стрелку. Еще одна причина потери урожая – неверно выбранный сорт. Если нужна крупная головка, подходят разновидности с золотистой окраской шелухи. Красный или фиолетовый лук чаще выбрасывает цветоносы. К ранней вегетации приводит несвоевременная уборка урожая. Если лук севок выкопали слишком поздно, в нем еще осенью откладываются питательные вещества и формируются дополнительные корешки, чтобы успешно перезимовать. В результате, после посадки весной он обязательно дает цветонос. При обнаружении на грядках с прорастающими растениями зачатка в плотных стеблей от них сразу избавляется. Потери урожая можно избежать или значительно сократить, если каждый день осматривать посадки и своевременно обрывать цветоносы. Делают это, пока их длина не достигла 20-30 см. Работу выполняют только руками. Если срезать стрелку ножницами, ножом или секатором, возможно развитие инфекции, поскольку поврежденный участок затягивается дольше. В образовавшиеся мелкие трещины проникает влага и возбудители болезней. В жидкости идет быстрое размножение бактерий. Чтобы этого не допустить, необходимо отломить стрелку пальцами на высоте 5 см от уровня грунта. Луковые стебли имеют такой же вкус, как зеленое перо. Поэтому можно их использовать в кулинарии, добавлять в супы, салаты, вторые блюда. Часто хозяйки замораживают луковые стрелки впрок или консервируют на зиму. При весенней посадке дожидаются, пока почва прогреется до плюс 12 градусов. В средней полосе подходящая погода устанавливается в начале мая, либо в последних числах апреля. При более ранней посадке повышается риск образования стрелок. Если сделать это позже, овощ развивается хуже из-за дефицита влаги и жары. Овощ, посаженный под зиму, не будет формировать стрелку, если опустить его в землю в середине октября. Тогда у посадочного материала будет время на укоренение, но он не успеет прорасти до холодов. Севок высаживают в заранее подготовленный грунт. Так грядку расчищают от сырников, обеззараживают и удобряют. Овощная культура хорошо растет на достаточно освещенных участках. Выбирают место с плодородным грунтом, хорошо пропускающим влагу и воздух. При выращивании грядку периодически расчищают от сырников. Несколько раз в течение сезона вносят удобрения. Посадочный материал высаживают в лунки глубиной 2-2,5 см. Между ними оставляют 8-10 см свободного пространства. После засыпания сухой землей грядку поливают. В первые недели почву увлажняют 2 раза в 7 дней. Незадолго до уборки урожая поливы прекращают. Для решения проблемы в качестве профилактики появления цветочных стеблей применяют вымачивание посадочного материала. Солевой раствор делают из 1 литра воды и 1 столовой ложки поваренной соли. Сотовый раствор состоит из 1 литра воды, в котором растворяют 1 столовую ложку пищевой соды. Из марганцовки делают розоватый раствор. Луковички вымачивают в течение 2-3 часов. Обязательно просушивают перед посадкой. Посадочный материал предварительно прогревают. Лук сивок рассыпают на бумаге и оставляют на солнце на несколько дней. Особенно важно предварительно прогреть луковички, хранившиеся зимой в холодном помещении. На следующем этапе выполняют закаливание. Посадочный материал сначала опускают в воду с температурой плюс 45 градусов на 15 минут. Затем перемещают в холодную воду на 10 мин. После просушивания приступают к посадке. Дополнительно можно обработать лук сивок дымом. Посадочный материал складывают в сетку и подвешивают над погашенным костром на 15 минут. Этот способ не только предупреждает стрелкование, но и защищает от заболеваний и вредителей. Чтобы навсегда избавить себя от забот с образованием цветочных стеблей и не думать, как спасти урожай лука, опытные огородники высаживают нестрелкующие сорта, к ним относят. Радар – желтый сэншуй, трой, сантурион, маячковский, ростовский, шалот, штутгартризен. Чтобы вырастить крупные и крепкие луковицы, нужно регулярно осматривать грядки и следить, как формируется овощ. Для исключения преждевременной фазы вегетации необходимо своевременно избавляться от стрелок. Но лучше правильно подготовить посадочный материал, чтобы заранее исключить вероятность стрелкования.